рискну и скажу что вы не любите иметь дело с перспективой да возможно мы никогда с вами не встречались но опираясь на мой опыт я мог без особого риска делать подобное утверждение но правда такова перспективы это один из ключевых моментов любого вашего рисунка избежать работать не удастся но все равно перспектива отпугивает художников в ней слишком много правил но мы с вами возьмем быка за рога и решим эту проблему я лично обещаю что помогу вам научиться любить рисовать перспективу и в нашем первом занятии вы увидите что не так страшен черт как его малюет итак вот у нас белое полотно на котором я сделаю небольшой набросок с использованием перспективы сначала я грубо нарисую контур яблока затем еще одно и даже отмечу тени под ними окей наша работа закончена все готово наверное вы ждете что я укажу вам точки перспективы или достану линейку я расскажу вам секрет который может навсегда изменить ваше отношение к перспективе это просто рисование повторю еще раз просто рисование линейная перспектива это всего лишь инструмент который изобрели для того чтобы художникам было легче передавать трехмерное пространство с которым мы каждый день взаимодействуем на двумерную плоскость будь то лист бумаги или экран монитора но по своей сути это просто инструмент помогающий показать то как объекты располагаются в пространстве вы сами постоянно и неосознанно пользуетесь этим инструментом но стоит кому-то взять в руки тавровый угольник и начать отмечать точки схода линий как перспектива превращается в страшного монстра вообще инструменты для точного измерения очень полезны когда-нибудь вам нужно будет рисовать тщательно и аккуратно и они вам помогут в работе но сейчас они нам не нужны вместо линейки мы возьмемся за большую и толстую кисть толщиной в 10 20 пикселей и если хотите задание потрудней то почему бы не попробовать сделать то же самое используя игрушечный планшет для рисования да 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 простенький детский планшет выберите любой свет какой нравится в этом случае вас просто не получится нарисовать объект точно домашнее задание для вас нарисовать плоские четырехсторонние фигуры найдите файл упражнений шаблон с разметкой pdf для того чтобы распечатать и работать вручную и джипег для того чтобы работать в фотошопе во время работы вам нужно будет следовать одному простому правилу каждый раз как видите две параллельные линии например вот эти две я их специально выделил рисуйте так чтобы не пересечь их когда я начинаю рисовать линии чтобы создать четырехугольник то я веду ее между этими двумя рельсами соблюдайте параллельности правила перспективы вы не должны пересекать границы рисовать не параллельные линии рисуйте параллельно вот так к примеру я не стремлюсь создать идеально прямую линию я просто стараюсь соблюдать общую разметку и не пересекать границы сетки давайте очищу шаблон и объясню что же я имею ввиду чтобы нарисовать прямоугольник я для начала рисую вот эту линию затем я рисую прямой угол следующая сторона прямоугольника тоже идет между линии перспективы но это же самое для противоположной стороны и в конце последняя сторона я могу нарисовать его тут либо сделать прямоугольник короче и вот после этого я стираю все ненужное вот и все вам нужно лишь нарисовать прямоугольник в угловой перспективе вам не нужна для работы линейка точка схода и что-то еще прямоугольник у нас получился конечно грубо нарисован но нарисован и это самое важное хотите еще тогда нарисуйте еще один правило те же я просто повторяю линии сетки которая изображена на экране если расположить прямоугольник косо то сразу видно что допущена ошибка становится видно что перспектива нарушена и прямоугольник выглядит просто ужасно поэтому удаляем этот прямоугольник и рисуем его заново по мере того как линии фигуры сетки приближаться к горизонту углы становятся острее рисовать прямоугольники можно весь день просто рисуйте прямоугольники в угловой перспективе если линии не смотрится параллельно смело их стирайте и так загружать любой шаблон и вперед рисуйте 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 пока шарики за ролики не закатятся попробуйте рисовать большие и малые фигуры попробуйте нарисовать 10 прямоугольников на одном листе соблюдая все правила перспективы кроме того это одно из тех упражнений которые приносят больше пользы если делать их вручную поэтому загрузите не поленитесь и распечатайте pdf файл и я настоятельно советую попробовать использовать пластмассовый планшет на которым рисуют дети если хотите рисовать карандашом на бумаге то это тоже вариант во время работы вы рисуете оцениваете перспективу вручную без измерительных инструментов я думаю вам понравится такая трудная задача если вы терпеть не можете перспективу любите ее или же просто без ума от прямоугольников напишите нам об этом в комментариях мы еще не раз займемся подобной работой так что приготовьтесь я думаю вам стоит освоиться и вы полюбите перспективу и поймете что все это время вы только зря боялись иметь с ней дело и как всегда спасибо вам за внимание спасибо спасибо